Продолжение следует... Все, что иудейское было, они приняли, как будто ничего не было. Было исследование, но есть такое выражение у Савонарола. Пытка вопрошала, а боль отвечала. Ты меня спорти, когда я на свободе. А когда я рисковал, руки связаны, меня ночью катали, поэтому мои ответы не сразу до свидетельства. Боль отвечала. И поэтому у них все взято было под пыткой. А почему? Когда, ну, там, Духащевского, другой, какой он враг? Ну, враг другой. Все признавали, только скорее вы расстреляли. И это в житях святых есть такое, там, фильм есть такое. Житей, он знаком был им. И они, ну, ты знакомый, я думаю, и он. Ну, бойки обедают, так, скажи, давно, вот как в Пагарисе, так, давно рядом сидят, так, сколько-то человек, 20. Каждый день пытаются. Ты скажешь, зачем вас там все деньги тратят? Ну, он повешивает, там, и убил, и все. И он подтолкнул его, и он сразу их казнил. То есть они ходатайствовали в приближении смерти своей. Это невозможно жить. Какие пытки испытывали те, которые в обвинении было в фронт-фарте и другое. Убытки, которых мы не подозреваем. Так, а сложенивцы нам действуют. Когда ложится человек в лес, а он наступает, он органы раздавит это мужчиной, что делали. Или как это, кто-то там лопал, в лопатки гвозь молотком забивало молодым офицерам и кадетам. Тут чего спрашивают. Этот вопрос темен темнее темного. И на ней доказывают, вообще есть никакой не было. Но в смысле я резюнда, в чем заключался. Я один из тех, которым мы со временем обвиняем были. С первого дня. Он не посчитает первого, я не посчитаю Богородицу. А еще, ну, не посчитаю Богородицу, когда ж иконы не признают яд. Вот и все, достаточно для казни. И раз первого не было, то что мы сказали. Надо все. Приходят к нам люди, когда иконы. А тем отмечают вещи. Ну, так они специально ради вас повесили. Специально мы ради них иконы взяли, повесили, чтобы убедить тех. Убедили? Нет. Богородицу там надо не признать. Я считаю молитвы, я даже мама, наверное, не говорила, а Богородица и дева. Я родился старообрядческой семье киржаки. Там кроме Богородица ничего не знают. Ну, маленькое обвинение даже и соответствует действительности хотя бы так. А зачем? И вот попал один священник, Суртаев Владимирович, в Кытманово служил. Я называю, чтобы не было достойчиво товарищем. Ну, и я с ним встречаюсь, передачки ношу ему. Он священник, его посадили в океане, купили машину. И вот он постумент приватизирует для жену и как бы похитил. Я пошел, как я верю. Тогда был бассейн-дич Антоний. И у него близкий там помощник был Капранов, там не ходил. Дмитрий. Служил в Рубцовске. Где в Рубцовске даже? Залитский. И обвинение от этого главным был Аносов, отец Симеон. По бухгалтерии. И по дмитрийской земле. Что интересно, я ходил в прокуратуру, везде ходатайствовал за этого священия. Я не знал, какую он еще приготовил документы. Поддел. У меня в принципе отношения к прокурору правят. Меня наоборот. Документы принимали всегда. Ему срок скастили половину, потом еще и его вытастили. Но с этими началась невиданная расправа. Внезапно Антоний умирает в 41 год впископах. Я уже рассказываю. Тем более он на Украине был. А он был от викифальным епископом? Да. Ну, он у нас алтайский был. Первый алтайский епископ. Значит, в 41 год внезапно кончается. Теперь этот Аносов, который был, его шофер убивает. И тот в 31 год внезапно умирает. Все бог развеял. Но он виноват был. Виноват ни в той степени. Я ходил в епархию и просил, ну, простите, напишите бумагу в прокуратуру везде. Сидеть, брат, когда были, не были. Я сидел в фильме, знаю, что это такое. Ну, простите его. А не Московская Патриархия. А в Русской Православной Зарубежной Церкви я за ним ходатайся. Ну, вообще-то невиданное дело. А по ЦЗ идет. И вот он вышел. Вышел и стал находить. Я спрашиваю, отец Владимир, вы говорили, что у нас векон нет? Говорил. Ну, что Божьей Матери не признаем? Да. Епископа у нас нет, вы говорили? Да. А зачем же вы живете здесь? А специально говорю, чтобы к вам люди не ходили. Я там была. Он думал, ну, как он же это делал-то. Он на сто процентов знал, что лжет, и он свободно все это оперирует. Там одна у них, Иннокентина Ольга Милославская, она торговала с готовой алибутикой. И она стала ходить на занятия, где я говорю, занятия в университете. Она проиграла крещение на одной полной. А пока забегает, там детская помиссия пошла. Кого бы крестить, кого бы крестить, вы дешевле, чем церкви. Ну, правда, дешевле, там сто процентов, а в бочнице. Они этого слова никому не говорят. О, Латушка Мокрый, по лбу бежит, дальше деньги собрал. Она говорит, это неправда. Вот так. Не научи меня, говорит, а ты учи. Она не будет. Она стала учить. Учить, а значит, она готовит. Они приходят крестить. Ни одного нету почему. Да кому-то еще проходим, как я не знаю, монохиня. Она занимается этим. Милославская Ольга. Как они узнали, папы, они же мамонисты. Мамона, главная дума. И главная болезнь священников, это трусость и корысть. Корысть и трусость. Это шесть раз сидел Велитель Краснов в церковной истории, что так он говорит. И они ее зажали, выгласили ее, ее выгласили. Она не может устроиться. Она работала ей, допустим, полтора года. Они их трудовые не ставят. И она не может устроиться. Я у нее представитель был на суде. Я знаю, о чем говорит. Адвокат. Со стороны епархии Барнаурской, Алтайской, там Георгий Титов. Он в Новочном городке служит. Он юрист. И он наступает и говорит, она не работала. А когда она продавала, а там в гардеробе работает, такой магазинчик. И нее все видели. И представители мирские говорят, что она работала все время. Приходила в восемь, выходила там в пять-четыре. И мы вышли в коридор, я говорю, в один год. Ведь она же работала. А как же ты сейчас сказал, не работали. Так она же в суд подала. Они никакие, они подлые. Это ни один, ни два. С кем не соприкоснешься и не рад. Не можешь эту заразу отряхнуть. Ну ты же знаешь, прекрасно она работала. Перед судом наступаешь. Я поехал к суде. Жумоеду Нина Иванович. Я просто поздно все это. Она говорит, а я вас давно знаю, когда вас рисковали. Я говорю, ты сразу поняла. Они говорят, попы. И процесс она выиграла. Выиграла, но заплатили мало. Она подала второй раз. Второй раз выиграла. Их разгромили. Они поставили печать. Заплатили за все эти, что волонку потянули. И все. И теперь вот такая инокиня ходит. Она давать надо везде объявлению, часах, не ходить в церковь. Это люди-обманщики, они крестят за деньги. То есть она сорвалась и пошла. Этого делать тоже уже не надо было. Я за крещение, ну как. Я писал виски, перепрещатывал святых отцов, прославал всем артиреям в России, всех за патриархами. А теперь во многих местах уже появилось. В то время, 30 лет назад, я был единственный, кто сначала гремел. Сегодня крещение... Я здесь 9 лет сидел с губернатором. Так что обвинение стрельбольников, обвинение жидовствующих, для меня очень близко и понятное было. Если нужно навесить гердой, любой опыслитель, меня судили. И мне приписывали то, что я в глаза не видал даже. Но главное, что у меня Бог защитник. И все рассыпалось. Только следователь сказал, вот идут 32 свидетеля с вашей стороны. Это как обликация передавать в разных регионах, в республиках, что все одинаково говорят. Так не бывает. Один там... Но я говорю, если разногласия будут, и говорить не так, как я, он говорит, а кому верите вы, верите им? А почему? Потому что распространял пленки, записи. Я их тысячи распространял, но я их не записывал. Я не знаю, кто. А чел, я сказал, он у меня не брал. Они друг от друга переписывали еще. А кого пленки, я не могу сказать. Что они не скажут, свидетели... Поэтому пишите. Меня судили за дела. Слово сказать, когда передачки дают, и там родственники приходят. Ну, моя мама сидит там, Мария Егоровна. Ну, все говорят, моего сына не за счет, тот не за счет. Мама послушала, говорю, моего отца за счет взяли. Его не за дело. А моего за дело взяли. Они так и взяли. Как это вы признаете? Да, баба, его за дело взяли. Он проповедник у меня. Он говорил, а у матери класса одного нет. Образование. Она это знала. Пришла на свидание, говорит, сынок, ты знал, подошел, зачем? Я благословляю тебя. Иди, страдай. Господь с тобой. Вот чего надо. И поэтому... А церковь в это время меня клеймила. И был такой Гедеон Докуккин. Он был архиепископ. Потом Ставропольский встал. Уже дело закрыто. Все. Исследователь пригласил из епархии еще вдогонку меня сидящего. Мучающийся. Они еще вдогонку раз ударили. И он вот так клинышками вырезает. Подшитое туда подсовывает. Подшитое подклеивает. Обман. А что? Игнатий, он такой против советской власти. Наши военные отношения нарушают. Это ужас один. КГБшные попы. Все 100% епископов давно через КГБ шли. Это Александр Нижин все описал в огоньке, потому что он был близок на комскуроедову Константинову. Вот как. И поэтому обвинения против еретиков я всегда воспринимаю близко. Я с ним поговорю, разузнаю, так это или не так. В еречи входит не так и много. Если бы баптисты, только иконы. Это 7-й Вселенский Собор. Они не еретики. Это настоящие христиане. Но 7-й Вселенский Собор подкашивают их. Они, если бы против икон не воевали, имели рукоположение, что настоящие христиане были бы. Вот когда меня спрашивают. Ну, в Библии начинается букву В. Вначале сапога Бога, и в последнее. Аминь. Вот это. А где? Предание. Никто не знает. Корса и крайне. К нему летопедеды. А у церкви четкие границы. Где у них церковь или нет? А вот 5. Вот это ствол апостола. Дальше идет православие. Старобрящество, приемлющее священство. Зарубежная церковь. Антихист. Не имеет значения. Православие. Второе. Католицизм. Это настоящая церковь. Я знаю, тут патриоты возмущаются. Я вам в течение трех минут докажу, что церковь. Третья. Григорияна Армянская. Апостоличная церковь. Это церковь. Настоящая апостольская. Она в четвертом веке уже была. А мы тут пришли на полвека позже. Копты и сирийцы. Вот это как будто пальцу пять. За этим все остальное уже протестантизм. Вопросы? Кратенько расскажите о себе, о своей биографии. Кратенько. Как вы здесь? С чего начали? Когда родились люди? В 2004 там еще не поздно. Все. Вот так вы прошли, вот эти военные годы. Видите как? У нас семья беспоповцы, кержаки называют. Я в этой семье родился. И у нас в семье десять детей было. Я был избранником Божиим. У меня Бог пометил просто любовь свою. Почему? Вы не делались своей верой, да? Я не слышал ничего, кроме того, что мать говорила. Если тут Божий, материться будешь, там лицевая книга за язык, подвешен на крюк. Внизу змея. Если блуд, то и меня Бог спас от женщины. Вот сейчас мы сейчас с этим человеком, где-то недалеко, может быть, ушел. Он говорит, у меня памяти нет. Я говорю, проверь себя, это блуд седает мозги. Не надо больше ничего говорить. Аполлос говорит, страшнее греха нет. Я ни о том макершинного слова не сказал, от родителей, от матери. А если убранным словом, все было. Это Бог дал мне страх. И в этом страхе Господь провел, я нашел д'Армию. А дальше, ну, армию, подошел в морфлот. Там я уже боги вплотную искал. Атеистические брошилки покупал. Тогда был Осип Александр Александрович, сотрудник в Академии в Санкт-Петербурге, ну, в Ленинграде. И он много выдержал, я не понимал, что это за цифры. Цифры, две цифры. Это глава стих Библии. Но я понимал, то, что он опровергать пытается, умно отвечает, но он не может их. Я уже на уровне сознания понимал, эти слова, ему нельзя победить. Я их выписывал, не зная Библии, не держа в руках ее. Ну, раз я искал, меня Бог нашел. Я услышал его голос, придите ко мне. Я склонился, обратился, я сейчас новости рассказывал. Я любил бабушек, на чем Бог ловит, что любишь. И он через эту приманку меня подцепил. Бабушка едует, а я на берег сошел, несет сумки. Я поскочил, баба, давай помогу. А ее дорогой спросил, где тут молятся люди. А дальше верующие там были, в Аптисты 50, объединенные. Они меня к себе пригласили. Господь любит рыбаков. А я на корабле работаю. Это я мимо пропустил. А теперь, когда дали мне Новый Завет, а сами в другой комнате были, я стал считать. Абрам родился, что это? Мужик-мужик-то рожает. Не может? А уже следующая глава, вначале была та, прежде, мне же считались. Я все выписал. Вижу, выписывают, мне еще вся божественная. И когда они зашли, я говорю, какая книжка-то хорошая у вас. Я говорю, не книжка, это Новый Завет. А мне это ничего не говорил. И они попросили молиться. Ну, молиться они склонились. Я Богородица, дело радости, достойно. Я колеблюсь. Они ветер-то услышали, думают, Дух Святой сошел, как у них вень и ветер-то. А я поклонен. И когда сказали молиться своим без словами, я никогда не молился. А зачем молиться? У меня все есть. Я просто не нуждаюсь. Недостаточно, чтобы Богородица, достойно. И когда я понял, у меня вера нет, я спросил веру, которую Бог сразу мне дал. И дальше мне понравилась жизнь этих людей, которые живут в танце. Я попросил Господа, вот как они живут в небе так же. Гостей? Сколько бы они приезжало, все у них почему-то оказывают. Пока-пока перевел, пополнил. И мне Бог дал это. Первая моя молитва, она полностью выполнена. Спасибо, дешевле. Но когда я проехал в водку, заехал в Москву в Сустремляр-попадение. Я впервые узнал, что такое это юзм в полный рост. Среди семеновистов. По-настоящему я понял, сатана где. Это какой год? 1963. 1963. Я образился, я 27 сентября, с 16-го года, 17-го года. Работал на корабле. И когда я, вот говорят, у меня нет таланта свидетельствовать. Это обман. Вот талант не надо иметь, как пищу переварить. Ты только проглоти, там все само собой пойдет. Правильно. Сейчас пища пойдет тебе на роговицу, сейчас пойдет на волосы, сейчас пойдет на ногти. Ну и остальное на силу, мускулы. А если женщина, он и сейчас на состав ребенка пойдет. А вот и дышать не надо думать, а идти свидетельствовать, это такое же дыхание для души. И когда я обратился только в корабле Шармотов, первый год, называется Фальш-Гор, где волна может пронять. Я первым встал, Матросу говорю, мы живем неправильно. Христос умер за нас. Спасти невозможно, кровь его пролита за нас. А я учился, в это время, в это время, в это время, вы уже в каждой армии в это время, да? Из армии я пришел. Я в Матросе служил, а из армии пришел, уехал в Латвии. Потому что в армии были у нас надыши, и они мне очень нравятся. Ребята такие, роботящие, рисоволосые, ну можно с ними дружить. А мне некуда, у меня дома гонят, на юг не поеду, у нас были туркменовые дети, ленивые, ничего не делают. Моя-то я не понимаю, но мне там далек нечего. И там меня Бог нашел. Ну а дальше полоса гонений пошла, черноватик. А я себе здесь свидетельцем говорил, а вот, по сегодняшний день. Вот говорят, ты что-то хотел, у тебя было бы препятствие. У меня в жизни не было препятствий, их просто нет. А вы школу кончали? Ничего. Школу? Школу, да. Ну, 10 классов, строительный техникум, до армии. И меня направили работать в органах ВД. И вы там работали? Проработали. В лагере с тогда режимом. И поэтому мне как-то все-таки сделать. Я занялся самостоятельно немецким моском. А там была немка, которая, ну, в Германии женился, офицер перевез, она проторговалась, сидела, я брал у нее уроки. И я в немецком собрании говорил про педель, он сказал, что 6 месяцев прошло. А в школе не было вообще языка. Я тоже занялся английским, через неполных 5 месяцев даже по-близко разговаривал. И когда я обратился, я на 7 языках работал. Я понял, что ничего не дать, я все взял свои и выбросил. Теперь я каждый день до 10 часов сижу за библией, занимаюсь. И одна из картин. В воскресный день, в субботу, я ушел, чтобы никто не мешал, мне люди мешали. То есть я готовый монарх был, чтобы так разобраться. Я взял библию и ушел далеко в лес. И вот в вечер я залез на березу, как шимпанзе, слил гнездо, с библией обнял дерево и там заснул. В общем, проснулся туман, нигде. Один, картина, снять некому было. И опять проснулся, я больше, чем до обеда, опять читал библию. И в это время меня спрашивают, я на работе работал, ты обедал? Я не мог ответить, обедал, я в библию. Я в обед прибегаю, смотрю, открыть библию. Это невыразимо. Меня спрашивают, вот вы сколько, это, ну, 52-й год, как я угорал. Вы встречали, кто тут так вот занимался библией? Не встречал, не допустил библия. Это что-то было невероятное. Давайте дваждей сядем, дваждей, на библию. Будьте здесь, дваждей садитесь, а то там... Так, поэтому, я когда говорю, я все-таки, то, что пережил, не пережить, я вообще не беру. Мне это неизвестно. Что такое библия? Это для меня не буква, не бумага, а голос неба. Вот я как бы слышу, Бог говорит, и слова отпечатки. Вот когда Бог давал такому, если я вижу, такой есть. Скала, ее обхватывает пламенем, и плавит камень, а плавляется, и буква останется. Для меня это примерно так было, на этом уровне. Я стал затесывать сразу, замучивать. Ну, Бог просто дал мне память, у меня от самого очень сильная память. Он дал всех овечек, там тысячи, и когда какая объявлялась... А кто ваши родители? Двое, отец-матери, полкласса не кончили. Отец-пастух, нам мать дается. Я вырос на поле. Меня все, все интересовало. Вот у меня братья, никто не знает, все птицы. Где в первую, помню, наловил соцеников, сдал первую книжку, купил орнитологию, деталь вянки, вот такая лесная газета. Я этим жил. Вот я по одной тени, по греху могу добереть какая-то птица. У меня в салоне только было 123 споречника. Понимаете, у меня три голубяки сейчас, я зад перероснули. Это элемент воспитания людей, разные породы. Я просто люблю. А вы же лезли в настоящий венец под Барнаулом, да? Я живу в Барнауле, а летом лагерь детский, где мы строим православную деревню. Вот в этой деревне, там... У вас там митрополит Тихон, да? Нет. Нет, у нас сейчас там Сергий Ивальников. Сергий Ивальников. Ивальников. Ну он уже был у нас. И вот у нас 21 числа мая был день деревни. И местный епископ, патриархия, он послал 6 священников по нашей просьбе. Благословение его патриархии и георгий, они служили все вместе. Нас еще не разделяли. Но до этого, который, Максим Дмитриев, он сейчас в Липецке, там, в Екатеринбурге, тот был не на столе. Но однажды он вдруг такую вену проявил. Ягод готов на вертолюху к вам пометел. В чем дело, оказывается, его патриарх спрашивает, как у вас отношение с Сибиром Ивальниковым? Это спросил не его, а и в Тихе курочке. А курочке говорит, если бы местный епископ по-другому оттасился, было бы по-другому. Он, видимо, его патриарх-то спросил. Кирилл или Алексей? Кирилл или Алексей? Какой патриарх? Нет, это все-таки уже был Кирилл. 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 Это года два назад всего было. Года два. Это Кирилл, все-таки было. Так было где-то. Ну и вот такая малая, кто со мной знает, садаром не пройдет. Тебе обязательно свои братья будут кливать. Я сильно беспокоюсь за батюшку. Я не скрываю, поэтому у меня много друзей. Его узнают, да давал мне слово, говорит, а я прошу, вызвайте меня в суд. Сурковый суд-то есть. По каждой книге назначен Центром. И пределите мне обвинения. Девять, теперь уже тринадцать лет книги купили. Книги на руках. Четыреста сорок библиотеки моих книги. Начиная с библиотеки Ленина, Парламентская, Историческая, Москве. Но можно было нигде. Ответ один, на них еще самоубийство, что ли, вызывательство. Сколько вам лет в настоящее время? Через десять дней будет семьдесят пять. Десятый лет. Я когда бабке жалуюсь, я говорю, почему ты жалуюсь, а здоровья нет. Я вот ни одной таблетки еще не съел. Нет, я не признаю это. А как? Надо, вот такой антихиас, научно обвинять, Иванов, Парклес. Он поел, что болезнь, главное не впущать. Не впущать в тело. Я там правильный говорю. Поэтому боль к этому, это болезнь естественное отмирание. Вот он, Бог назначен. Благодарим Богу. Вот мы еще, вы знаете, куда мы собираемся, вещь невероятная. Пройти сейчас через Турцию, Англию, все страны, везде говорят, какого числа мне выступить, до Португалии вернусь весь в центр Европы, через здание пройти всю Скандинавию, переплываю на Перебалку и уходим сразу в Луну, в Кашское. И дальше работаем по областям. Каждый год, в прошлом году, 15 государств прошли, 120 городов и сел. За предыдущие два года мы прошли, да, 360 городов и сел. Вопрос. В общем, за два года, опять, мы столько летом работаем. А зимой, тут мы слушаем. Так, ну, все. Да. Не случайно, мы поймем, что это пик-кур. Я считал, что все-таки преподобные степени, что руководство, это дух, духовство святое. Все, затянули. И вот то, что дух святое его открыл, что нужно было, раков посылать, или славы, если, то, что благословить, ну, напитку, что это от Бога. А послушал вот вас, и вы говорите. Потому что о чем он говорит, он говорит только, а мы это делаем. Он не может это делать, не пойти к народу, выйти на распутье, а мы как раз идем на распутье мира. Он призывает священников. Мирян, вы когда уходите из храма, не спешите, подойдите к священнику, попросите к нему на чай. Это патриарх говорит, он не знает так. Никак. И когда у меня, а как было? Мы не рождены, слышим, это определенное счет. Патриарх не рожден ни тот, ни другой. Они не пережили этого. Они этого не знают. Я не обвиняю, я просто по их трудам считаю. Вот у меня в одной иге, кажется, 4-й, я разбираю ответы патриарха Алексея, как он отвечает. Прямо беру, он вопрос ему, он ответ, и дальше я даю рассмотрение. 60 вопросов. Он примерно на 3-й только правильно ответил. А 57 неправильно. Это же проценты у Кирилла. У Юрасова, там кажется, чуть-чуть побольше. У Старо-Брящевского Корнея, даже 60, я разбираю, там не больше 5 вопросов, а это правильно. Я дальше даю, как надо было ответить, как. И по какой причине он не так отвечает. Я психологический анализ делаю. Как правильно, это страх. А у вас страха нет? Нет у меня этого, я его не знаю. Просто у меня нет. А страх чего? Страх, страх, что он не вышенастоящий, он не отлучает от той счастья. Игры, я однажды говорил, большое занятие, игры, игры разные. Самая опасная, самая гнусная игра совершается в церкви в алтаре. Священники играют, я тебя к счастью не допущу. Он не понимает, что говорит, он уже приговорен. То есть он меня не допускает к телу Христова. А вины никакой нет. А за то, что ты неположительно обо мне отозвался. Тогда все пророки, они положительно не отзывались, не отзывались. Они звали к покаянию. Я говорю, что должно быть? Ты не принял, это дело твоё. Потому что вам не хотелось бы сказать, угодить ему. А зачем? Я даже не... Зачем это вообще нужно? У меня вот книга, в 38 дамах, я отвечаю на 4624 вопроса. И ни разу, нигде я не принесла, что ты думаешь обо мне. Зависующее указание смогло не будет, но подряд никому.